Срок формирования базы данных учёта граждан на самовольно занятых земельных участках в Крыму будет продлён. К такому выводу пришли представители профильной комиссии в республике после отчёта местных властей. На сегодняшний день уже подано более 6 тысяч заявлений на получение земли. Но это далеко не все желающие стать, наконец, законными владельцами собственного участка. О том, как формируются базы данных учёта граждан на самовольно занятых земельных участках, отчитываются районные власти. Большинство глав администрации доложили, приём заявлений на местах практически завершён. И в целом динамика положительная. Нами было дано поручение протокольное о том, чтобы каждый муниципалитет, то есть каждый район, который понимает и видит, что необходимы какие-то ещё дополнительные сроки, учитывая появившуюся активность на данных массивах, обоснованно и аргументированно должны предоставить в течение трёх дней те сроки, которые они запрашивают. Естественно, комиссия будет рассматривать. И наша задача, как было сказано, привязка к людям, а не к проблеме либо к земле. Однако есть в работе органов местного самоуправления и некоторые погрешности, которые, как правило, связаны с неправильной организацией работы. И такие пробелы устранять нужно в максимально короткие сроки, считают в профильном комитете парламента республики. Там, где работа идёт плотно и с общественностью, в том числе и с вышестоящими организациями, в данном случае руководство райковосадминистрации, там таковых примеров нет. То есть, или если они происходят, то они решаются в рабочем порядке, в оперативном. Поэтому здесь налицо, я думаю, неорганизованность. И управленческие неорганизованности, управленческие кредиты. Поэтому такого рода вопросы должны решаться в оперативном, техническом порядке. В целом, на сегодняшний день уже подано более 6 тысяч заявлений. Это примерно 70% очередников. Теперь эти данные нужно внимательно проанализировать. Ведь именно от них будет зависеть вопрос выделения законной земли крымчанам. Крайне важно учитывать и сегодняшнюю активность подачи этих заявлений, что позволит выявить, в случае необходимости, так называемые «мёртвые души», говорит Руслан Бальбек. Но главная задача крымской власти в максимально короткие сроки – разрешить вопрос с самовольно занятыми земельными участками, чтобы больше никогда не возвращаться к подобной практике. Чтобы каждый гражданин, каждый крымчанин понимал, что гораздо легче, гораздо проще получить земельный участок по закону, потому что власть берёт на себя ответственность, в том числе и создание необходимой инфраструктуры. Чтобы полностью завершить работу по формированию базы учёта, понадобится ещё примерно 10 дней. Этого будет вполне достаточно, чтобы закрыть все оставшиеся пробелы. Елена Бережна, Александр Смычек. Время новостей.